меня зовут николай карпинский я кистевой хирург подробнее мои координаты вы сможете найти в описании к этому видео и сегодня я покажу расскажу о том какие трудности бывают при перелом дистального отдела лучевой кости то есть того самого луча в типичном месте вот здесь на рисунке мы видим схематическое изображение костей запястья и вот собственно говоря вот она лучевая кость основные проблемы возникают если перелом внутри суставной то есть линия перехлому проходит через ту поверхность которая обращена костям запясть на которые они опираются и очень важно максимально точно не и восстановить чтобы она была такой же ровный как она была до перелома как это происходит у нас есть такой инструмент как ортроскоп это прям вот такая штука как глазок который мы можем направить в сторону сустава и посмотреть как у нас выглядят эти отломки туда смотрим своим светом и с другой стороны мы можем использовать крючок для того чтобы ими манипулировать и поставить после того как мы сопоставили линию перелома мы фиксируем это специальной пластиной которая будет поддерживать винтами и уже отломки выставлены будут опираться на винты нас будет гладкая и ровная составная поверхность если после перелома такого прошло много много времени и уже нам не выставить то получается такая ситуация что вот эта поверхность она не гладкая ровная она так вот повреждена и нарушена и изъедена и это доставляет является причиной боли это нарушена суставная поверхность что мы можем в этом случае сделать мы можем ее прям совсем категорически зачистить полулунную кость владивидную зачистить остатки лучевой кости и после этого всего уже скрепить ее винтами так чтобы это стало единым целым то есть чтобы у нас вот стальной отдел лучевой кости стал так вот единым целым здесь на этом уровне тогда не будет движение но и не будет боли движение очень неплохо работают вот на этом уровне средний запястный сустав и у нас сохраняется примерно половина объема движений и не болит конечно до этого не стоит доводить и с внутри суставными переломами дистального отдела лучевого сустава желательно справляться в первые ну хотя бы три недели и это лучше всего делают именно специалист по хирургии кисти они не только не столько общий травматолог потому что это весьма сложная узкая область медицины если есть проблемы с болями в запястье то кистевой хирург поможет если петербург от вас не очень далеко то мои координаты в описании к этому видео а и Субтитры создавал DimaTorzok